Всем привет! С вами Карай, и сегодня мы ненадолго погрузимся в мир Средиземья. Но речь пойдет не о книгах Толкина и не о кинотрилогии Питера Джексона, а о сериале «Кольца власти» от Amazon. Это произведение спорное и скандальное. Подумать только о самый дорогой телесериал в истории. Да еще и в качестве первоисточника взяли один из самых масштабных и сложных фэнтези миров. Планочка поднята высоко. Первый сезон еще не вышел полностью, но многим зрителям и критикам «Кольца власти» уже не понравились, а некоторые даже пришли в ярость. Аудиторию смущает каст, игра актеров, сюжетные ходы, темп повествования и многое другое. Конечно, можно углубиться в оценку сериала, разобрать сюжет, героев и различия с каноном. Но у нашего канала немного другая тематика, поэтому гореть я буду в другом месте, а обсуждать мы будем не что сделано, а как. Предметом нашего внимания станет именно процесс создания «Колец власти». Погнали! Сначала я кратко и без спойлеров расскажу о чем сериал. Надо сказать, что его сюжет не имеет отношения к реальным событиям в книгах профессора. У шоураннеров просто нет прав ни на «Сильмариллион», ни на «Властелин колец». Действие «Колец власти» происходит во второй эпохе, за пять тысяч лет до события «Властелина колец». Это время, когда Сауран пришел к власти, а люди, эльфы и гномы объединились, чтобы дать ему отпор. Так что нас ждет история об эпическом противостоянии добра со злом, о падении Нуменора и создании «Колец власти». Поговорим о разработке сериала. Особенность экранизации Питера Джексона в том, что большинство сцен сняты без помощи компьютерной графики. По сравнению с классической кинотрилогией, в «Кольцах власти» CG просто тонна. Но надо признать, что авторы стараются как можно чаще использовать декорации, костюмы, грим и живую съемку вместо компьютерной графики. Художник-постановщик Реймси Эйвери в одном из интервью утверждал, что разработчики стараются применять живую съемку даже в самых фантастических локациях. Он говорил, «Мы хотим, чтобы все выглядело настоящим и настолько реалистично, насколько это возможно. Наша задача – создать правдоподобный мир, чтобы актеры почувствовали себя его обитателями. Внешность Ольга в «Кольцах власти», например, создана при помощи пластического грима, как и в экранизации «Властелина колец». Заставку сериала тоже снимали вживую. Да-да, это не компьютерная графика. Для съемок был приготовлен специальный молд, который залили раскаленным металлом. Макросъемка и эффект слоу-мо добавляют заставки эпичности. Как и фильмы Питера Джексона, первый сезон «Колец власти» снимали в Новой Зеландии, а вот второй сезон будут производить в Лондоне. Дело в том, что большая часть каста – британцы, и поэтому им неудобно планировать свой график съемок. У некоторых актеров за последние два года даже не было времени съездить в отпуск или навестить семью и друзей. На это повлияла и приостановка производства из-за ковидного карантина в 2020. Впрочем, два года на съемках – это не предел. Во время работы над «Властелином колец» всем причастным к созданию фильма приходилось жить в Новой Зеландии куда дольше. Например, художник-постановщик Алан Ли провел там целых 6 лет. Кстати, на нашем канале есть ролик о творческом пути Алана Ли. Можете посмотреть по ссылочке. Чем кольцам власти грозит перенос съемок в Великобританию – пока непонятно. Но логично предположить, что компьютерной графики станет в разы больше. Между прочим, сам Толкин некоторые локации Средиземья основал на знакомых и родных ему английских пейзажах. Тот же Шир, с точки зрения климата, ландшафта, флоры и фауны, вдохновлен сельской Англией. Так что, возможно, во втором сезоне «Колец власти» мы увидим другие, но не менее интересные пейзажи. Одна из важных локаций в сериале – остров Нуменор. Толкин описывает Нуменор как величайшую человеческую цивилизацию в истории Средиземья. Это центр культуры, который повлиял на весь остальной мир. Однако Нуменор должен погибнуть, рухнуть в море, как Атлантида. Особая сложность воплощения Нуменора в сериале заключалась в том, что эта локация раньше не появлялась в экранизациях. Остров надо было создать с нуля, и на фильмы Джексона ориентироваться уже не получилось бы. Шоураннер Джей Ди Пейн говорит в одном из интервью. У зрителей есть некоторые представления о том, как выглядят эльфы или гномы, и на что похоже их королевство. Но Нуменор был для нас чистым холстом. Такого еще никто не видел. Для съемок Нуменора были созданы огромные декорации. По словам шоураннера Патрика Маккея, «Мы построили целый город, несколько кварталов и пристань. Он невероятный и он огромный». Вдохновением для архитектуры и планировки Нуменора послужили разные культуры и эпохи. Рэмзи Эйвери говорит, «Мы ушли от элегантности эльфийского мира к гораздо более смелому воплощению Нуменора. Мы обратились к искусству Египта, Северной Африки и Ближнего Востока, чтобы вдохновиться смелыми формами, богатыми цветами и геометрическим орнаментом». В итоге, мраморный Нуменор посреди синего моря чем-то напоминает Древнюю Грецию в годы ее расцвета. Еще один источник вдохновения – архитектура Венеции. Это оправдана каноном. Толкин однажды сказал, «Я только что вернулся из Нуменора, то есть из Венеции». При помощи мелких деталей Эйвери старался подчеркнуть, что Нуменор – город технологически развитый. Например, он учел даже климатические особенности. Башни в городе оснащены специальной системой охлаждения. Эту систему Эйвери подсмотрел в зданиях стран Северной Африки и Ближнего Востока, где есть специальные ветроуловители. Башни по всему Нуменору оснащены этой технологией, поэтому атмосфера в городе комфортная и не слишком жаркая. Ключевые цвета Нуменора – белый и синий. Белый – символ чистоты и величия, значимый для гордых нуменорцев не менее, чем для эльфов. Синий отсылает к тому, что Нуменор, подобно Венеции на пике своего развития, контролирует огромный морской флот. Если есть флот, значит нужно придумать дизайн кораблей, причем желательно уникальный. Рэмси Эйвери особое внимание уделил форме парусов. Она была вдохновлена церемониальными головными уборами королей Гондора. Эйвери говорил «Мы пытались нащупать дизайн, который вызвал бы у зрителя мысль – ага, это точно Нуменорский корабль, а не какой-нибудь там пиратский». Однажды ночью Эйвери листал фотографии и случайно увидел корону Гондора. Он всегда думал, что форму этой короны отсылает к крыльям орла, но в этот раз он посмотрел на нее по-новому и подумал «Боже мой, да это же паруса!» Так была придумана необычная форма парусов для Нуменорского флота. Причем это было не просто эстетическим решением. Эйвери консультировался с экспертами и корректировал форму парусов, пока они не стали по-настоящему функциональными. Эйвери говорит «Создавая Нуменор, я стремился вызвать у зрителя ощущение чуда, ощущение тайны. Я хотел создать место, где живут, работают, играют и любят настоящие люди». А если у вас есть тоже желание создавать правдоподобные и прекрасные миры, но опыта и навыков пока не хватает, то вам может помочь курс «Смирновскул. Основы создания окружения». Вы научитесь придумывать и рисовать локации, вписывать архитектуру в окружение, работать с цветом и освещением и многое другое. Ссылочка на курс в описании. Что же в итоге? Несмотря на всю скандальность «Колец власти», многие люди, работающие над проектом, искренне стараются создать Средиземье, сделать его настоящим и осязаемым для зрителей. И это, безусловно, достойно уважения. Ну и одно точно понятно. Сериал от Амазон – это отличный повод перечитать первоисточник. Или пересмотреть классическую кинотрилогию Джексона. А вы? Любите книги Толкина и связанные с миром Средиземья? Пишите в комментариях. А еще напишите, если уже посмотрели «Кольца власти». Поделитесь своим мнением, напишите, что вам понравилось, а что нет. И поставьте лайки, это важно для всей нашей команды. С вами была Карае, и увидимся в бессмертных землях Валенур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова